Чебоксары, это название, согласно легенде, произошло от имен первых жителей, которых звали Чебок и Сар, два друга охотника, рыбака. У нас и сегодня треть территории занято Чувашией лесами, где водилась и водится всякая дичь. А город находится не только в среднем течении Волги, но по центру, теперь уже в трубах, протекают такие реки, как Чебоксарка, Трусиха, Кайбулка, Сугутка, где в те давние времена тоже водилось немало рыбы. Город наш имеет немало сегодня интересных уголочков, и мы находимся там, где располагаются не только два вокзала, но и один из красивейших скверов. Вы в нем уже погуляли, как я знаю, и памятник Чапаеву видели, и, наверное, прошлись полейки вглубь, видели деревянная изба, там находится русская, который родился в 1887 году. Будущий известный человек, герой не только гражданской войны. Царское правительство его отметило высокими наградами. Три, четыре георгиевских креста и одна георгиевская медаль. Между теми раздомами, вовремя. Увенчали грудь нашего земляка за боевые заслуги в годы империстической войны. А советская власть отметила его орденом Красного Знамени. Вот сюда вот, между знаками пешеходного перехода. Мы с вами находимся сейчас на бывшей окраине города конца 50-х годов. Сейчас по обе стороны от нас останутся территории. Заводов бывших электроизмерительных приборов слева, исполнительных механизмов справа. А теперь это совместные предприятия с иностранными фирмами справа. АПС Электро, а слева ЭКРО, которая отметила свое десятилетие в этом году. И мы с вами отправляемся сейчас с бывшей окраины города 60-х годов в сторону современного нашего Бульвара Президентского, который со временем, говорят, станет главной нашей транспортной магистралью в Ленинском районе. В Чапоксарах, слушайте внимательно, то у нас предыдущая группа трижды я им называла численность, возраст города, а они никто не слышали. Так вот, в нашем современном-то городе 475 тысяч жителей проживает. Это в городе, в трех административных районах. Мы с вами пока будем путешествовать по Ленинскому району. Он у нас самый маленький, то удаленький. 132 тысячи в нем всего проживает. Занимает он два холма из семи. Город на семи холмах расположен. Центральный, вытянутый, на 13 километров от Волги тянется. Как узенькое тело птицы. А два других района, окружающие это тело, расположенные тоже на холмах, они являются крыльями нашего города. Один из поэтов чапоксарских так и сказал. Город мой, как трепетная птица, над заливом голову склонил. И венчает купола столицу, чтобы в мире и согласии жил. Но пока мы не видим ни залива, ни куполов, но чуть позже все это вы увидите. Вот впереди нас ждет кольцевая развязка. Мы уйдем направо, на президентский бульвар. А прямо за кольцом улица Гладкова у нас, где новый жилой микрорайон. Вы видите, в лобовые окошечки слева сейчас они останутся. А на противоположной стороне улицы Гладкова больничный центр. На этой клумбе, посмотрите, у нас находится самовар, чайник и чашки. Это символ гостеприимства. Ведь сюда у нас на ярмарку, она рядышком с микрорайоном Гладкова находится, съезжаются люди с разных уголков. Торгуют-то местные в основном. Правда, бывают и заезжие, скажем так, современные купцы со своими товарами. А приезжают покупать со всей нашей республики, в которой проживают миллион триста тысяч жителей. Кстати, у нас в республике и в городах наших всего, в республике их девять, проживают люди 110 национальностей и народностей. А также приезжают к нам из некоторых соседних городов, из Казмодемьянской, это Марийская республика, из самой Ешкаралы, столицы Мариэл. Говорят, что у нас ярмарка побольше, чем у них, и товаров выбор пошире. Ну и, может быть, из других тоже регионов, из маленьких городков, точно сюда поближе. Ведь, например, Нижний Новгород вроде огромный город, 250 километров от Чебоксак. Но ведь некоторые-то села находятся ближе к нам, чем к Нижнему. Так что они тоже сюда приезжают. Ну а мы едем по Президентскому бульвару. С левой стороны у нас остается парк культуры и отдыха, который так по старинке и называется Лакреевский лес. Принадлежал когда-то купцу Лакрееву. А с правой стороны вот эта лесенка как раз выводит на улицу Николаева. И на горе вот что справа находится школа номер 10, открытая в 1962 году, носящая сразу с момента открытия имя нашего славного земляка, космонавта номер 3 Советского Союза, номер 4 в мире, Андриана Григорьевича Николаева. Так что у нас в разные времена было много замечательных людей. И в ходе экскурсии в разных местах я имена некоторых из них сегодня обязательно озвучу. А кто поподробнее захочет узнать о нашем краевой истории и славных земляках, я вам рекомендую в свободное время в музей национальный зайти. Он прямо на Красной площади находится, очень удобно расположен. Так, ну а мы едем по пробке, скажем так, центрального холма. И с левой стороны хорошо просматриваются. И частный сектор, он, видите, у нас еще достаточно большой. И новостройки. Это все земли с левой стороны. И впереди тоже слева Московского района, который занимает 4 холма из наших 7. Большой западный холм, вот он как крыло птицы, как раз от залива, от Волги берет начало. Впереди мы видим целый массив из новостроек. Это вот как раз Московский район. Это его новостройки около залива созданные и создающиеся сегодня. И 3 малых холма. На одном из них находится на Владимирской горке Спасо-Преображенский женский монастырь и храм Иоанна Кронштадтского. Наш город свою историю ведет с 1469 года. Официально это первое летописное упоминание о Чебоксарах, связанное с походом одним из многочисленных на Казань, участники которого сделали свой последний привал перед Казанью у нас на Чебоксаре. И вот официально это дата рождения Чебоксар. А в 1555 году к нам прибыл архиепископ Слиярский Казанский Гурий. Он направился в Казань, чтобы возглавить там созданную епархию. Мы вот пойдем направо за лесенкой дорогой. А по пути следования Иван Грозный нам повелел определить место, где быть нашей Чебоксарской крепости. Флотилия Гурия. Вот туда вот, за машинкой подальше. Флотилия Гурия прибыла сюда, но пристать к болотистому правому берегу реки Волга не смогла. И по руслу речки Чебоксарки прошла глубь наших земель. Вот сейчас мы-то пойдем направо, а с левой стороны как раз Владимирская горочка просматривается. Как ее определить в центре этой горки? Смотрите, храм с отдельно стоящей колоколинкой. Это как раз храм того монастыря, который там располагается. Сегодня это женский монастырь. А основан был монастырь сначала, деревянным он был срублен. В 1555 году, после визита Гурия, вскоре, через несколько лет, здесь Сретенский мужской монастырь был создан. А почему место назвали Владимирской горкой? Потому что Гурия-то привез к нам икону. Мы были язычники, и первая икона, которую чуваши увидели, это был образ Владимирской иконы Божией Матери. Вот так в честь нее и назвали горку Владимирской. Ближе к нам, на горе под серым куполом, вы видите еще и храм Иоанна Кронштадтского, бывшая усыпальница купца Итремова, нашего купца, лица промышленника, торговца, владельца электростанции. Он жил в 19-м, начале 20-го столетия. Так вот, в годы советской власти усыпальница была закрыта, прах оттуда убрали, там мастерскую открыли. А в конце 20-го столетия, когда стали храмы вновь возрождать и монастыри открывать на базе этой усыпальницы, осветили храм Иоанна Кронштадтского. Этот святой наш город посетил в самом начале 20-го столетия. И когда горожане попросили его, батюшка, освети наш город, в ответ услышали, я не стану освещать город, который все равно уйдет под воду. И мы сейчас убедимся в его правоте. Через 90 лет, там, в низине, где были улицы города нашего, мы сейчас скоро, буквально через минуту, залив уже увидим. А пока слева и справа 20 развлекательных торговых комплексов, каскад и карусель. С левой стороны у нас остается сейчас дом детского творчества из красного кирпича здания. Впереди слева дом правосудия. Дальше, как карандашик за остренной макушечкой с пирамидкой на крыше, с левой стороны будет дом правительства, где работает и наш глава республики Михаил Игнатьев. А с правой стороны гимназия номер 5, ее народ называет президентская, потому что на открытии был наш президент Федоров в то время, а потом через две недели после открытия Путин, во время, когда первый раз исполнял роль президента России, как раз тоже нашу гимназию посетил. Ну а с правой стороны, относительно новые корпуса нашего первого вуза, педагогического университета имени Яковлева-просветителя. Смотрим налево. Красавица-лестница, герб города. Пять уток летят на голубом фоне под тремя листами дуба. А дальше древо жизни с левой стороны под тремя солнцами. Это уже герб нашей республики. Древо жизни – символ преемственности. Направо пойдем. Поколений. И также символ дружбы народов, здесь проживающих. Ведь я уже сказала, что представители 110 национальностей у нас живут. Мы с вами сейчас повернем на бывшую безымянную улицу направо. А с правой стороны осталось здание нашей телармонии. Здесь же на президентском бульваре есть небольшое здание театра кукол. То есть не только учебные заведения, не только развлекательные центры, правительственные учреждения, но и центры культурной жизни в виде театра кукол и филармонии тоже находятся на президентском бульваре. Ну, а мы едем вдоль залива. Южная часть залива нас сопровождает. Самая просторная. В этой части у нас на свободе живут в летнее время лебеди, гуси, утки. И зимой мы лебедей перевозим на теплый водоем на территории ТЭЦ номер 2 имеется. Впереди как раз за мостом. Мы-то уходим направо, мост налево за мостом. Впереди все еще южная часть залива. И вот там под пешеходным мосточком я вижу белые такие изящные тельца с длинными шейками. Это как раз наши лебеди под мосточком пока плавают, отдыхают. А мы с вами на улицу бывшую окраину Безымянную поворачиваем. Это окраина города 1917 года. То есть все, что мы сейчас с вами видели, города не было. Все эти земли были пригородными землями. Там находились многочисленные деревни. Наш город вобрал в себя уже более 30 деревень и поселков. Ну а мы едем прямо на следующем перекрестке. А, да, дальше за перекресток и потом уйдем налево. А сейчас с левой стороны вы видите магазин Ахонт. И вот по этой улице как раз находится кафе. Вы там питаетесь, да, нет? А, сегодня нет. Ну, значит, вот в свободное время вы сюда сможете прийти, потому что я не знаю сегодня, где будет автобус стоять. Поэтому мы сейчас на Красную площадь заедем. Да, пока прямо и вот на следующем светофоре, не на этом, налево. Потому что, возможно, уже и сегодня начнутся праздничные мероприятия на Красной площади. Поэтому, чтобы уж все-таки вам Красную площадь показать, мы сейчас туда заедем. А в конце экскурсии, возможно, автобус будет стоять на площади Речников. Так что тогда вы туда придете пешочком. Идти от площади Речников всего 10 минут. Но это я вам в конце уже объясню экскурсии. А сейчас мы повернем налево. Вот эта коротенькая улица, бывшая, безымянная, сегодня композиторов Воробьевых, она соединяет три района между собой. Мы в Ленинском находимся, за нами через залив Московский район, центр студенчества, культурной жизни, крупный жилой массив. А Калининский промышленный район, он останется сейчас с правой стороны. К нему тоже ведет мост, только Калининский. Мы туда не въезжаем, мы уйдем налево. И вот когда...